Сегодня во Львове объявлено о создании так называемой национальной гвардии Украины. В нее вошли западные украинцы, легально владеющие огнестрельным оружием. Они, как утверждается, будут теперь заниматься защитой граждан. И далее приводится список тех, от кого с оружием в руках националисты будут защищаться. Это цитата предателей своего народа, которые будут совершать насилие и беззаконие. Таковыми, надо полагать, националисты будут готовы объявить и бойцов Беркута, и граждан, которые не поддерживают революцию. Бывший глава Минобороны Украины Гриценко, который теперь тоже в оппозиции, даже придумал правило, у кого есть оружие, всегда быть готовыми его применить. Но в голову лучше не стрелять. Кстати, именно выстрелом в голову был убит 24 января милиционер в Киеве. И вот сегодня МВД Украины проверяет информацию из соцсетей. Там появилось сообщение, ответственность за это убийство берет на себя УПА. Радикализация националистов на Украине переходит все границы. Но это уже ощутили на себе туристы из Польши, страны, которая активно поддерживает курс на евроинтеграцию Киева. Как стало известно на днях, украинские оппозиционеры остановили туристический автобус, закрыв ему дорогу горящими шинами на трассе Львов-Краковец. Вровавшись в салон, жители Западной Украины объявили полякам, что им никто не давал разрешения на проезд. О том, что было дальше, пострадавшие польские туристы теперь рассказывают в социальных сетях. Сначала они накинулись на водителя, потом на пассажиров. Одному из них разбили телефон за то, что он снимал их на камеру. Водитель стал предлагать им деньги, чтобы нас пропустили. А потом они заставили каждого в автобусе прокричать «Слава Украине! Героям слава!». А кто не хотел, того угрожали засунуть в топку. Полякам не надо объяснять, что такое топка. Вместе с евреями и советскими пленами их тысячами сжигали фашисты в том же Освенциме. И теперь тем же полякам угрожают поклонники украинской дивизии «Нахтигаль», которых зовут в Европу польские же власти. Действие вызывает противодействие. В Харькове объявлена всеобщая мобилизация сторонников партии регионов для защиты конституционного строя. Параллельно в Крыму парламент сегодня запретил деятельность националистической партии «Свобода» и других радикальных движений. В Днепропетровске сегодня начался бессрочный митинг в поддержку власти. В Донецке на патрулирование улиц вышли казаки. Восточные регионы, где сосредоточена большая часть промышленности страны и которая, несмотря на хаос в столице и на западе, продолжает работать, выступает против революции. Репортаж Вероники Богмы. В здании Донецкой областной администрации, как вы видите, уже подтягиваются первые группы добровольцев, но основную нагрузку принимают на себя сотрудники милиции. Сейчас они работают в усиленном режиме, проверяются все подозрительные перемещения групп лиц. Ряд общественных организаций, лидеры казачества уже заявили о готовности создавать отряды самообороны. Эти пять автобусов доставили в столицу региона шахтеров соседних горнятских поселков. Шахтеры – это такая специальность. Люди в душе такие, что будут до последнего стоять. Здесь готовы стоять и днем, и ночью, чтобы дать отпор боевикам. На митинг собираются и шахтеры, и бывшие афганцы. Я категорически против того, что они хотят сотворить. У меня один вопрос. Чего они хотят? Войны? Они не понимают, что такое война? Обычно тихий Донбасс тоже вышел на митинг. Безумцы хотят превратить нашего Артема в Грушевского. Я это так понимаю. Потому что звучат призывы. Выдвигаться на Донецк, штурмовать здание, взрывать ситуацию. Но я уверен, что здесь они получат достойный отпор граждан Донбасса. Леон Майдан! Леон Майдан! Леон Майдан! Расползание коричневой чимы объединяет людей разных взглядов. Многие люди поддерживают евроинтеграцию здесь. Многие люди не поддерживают евроинтеграцию здесь. Но всех нас здесь объединяет наша ненависть к фашизму. Местный рынок. Здесь только и разговоров, что о Майдане. Что там на Майдане? Вот не лодори сидят. Вы мне объясните. Два месяца сидят люди на Майдане. За что они живут? Сейчас, по крайней мере, хотя бы пенсии стабильно идут, бюджетики стабильно получают. А потом неизвестно, что будет. Мы уже были, уже при этих оранжевых шлях. Уже знаем, что это такое. На шахтах восточного Донбасса о забастовках никто и не помышляет. Разговор о политике на глубине 500 метров. Этот Майдан уже пора бы прекратить. Потому что, ну почему он? Ну показали люди, что они против политики нашего президента. По-моему, этого достаточно. Надо идти работать, надо за экономику. Никто не придет. Ни Америка, ни Германия. Что они нам? Дороги построят или, я не знаю, фабрики, заводы восстановят. Нет, конечно. Самим надо. Добыча угля здесь не останавливается ни на минуту. В эти страшно холодные дни шахтеры работают, чтобы дать тепло Украине. Вероника Бокман, Антон Кичиджиян, Денис Денисов. Вести. Донбасс. Украина.